Усейн Болт, спортсмен с острова Ямайка, считается самым быстрым человеком в мире. Поскольку он является всемирно известным бегуном, можно подумать, что о нем будет появляться все больше новой информации, но, похоже, с каждым годом Болт все больше пропадает из поля зрения общественности. В этом видео мы расскажем, что случилось с Усейном Болтом. Усейн Болт, как самый быстрый человек в мире, не раз подтверждал свой титул на Олимпийских играх. На сегодняшний день спортсмен участвовал в четырех Олимпийских играх, что означает, что он оставался одним из самых быстрых спринтеров в мире на протяжении более десяти лет и выиграл за это время в общей сложности восемь золотых медалей. К сожалению, человеческие тело и разум могут выдерживать соревнования такого уровня только определенный отрезок времени, и Болт участвовал в своих последних летних Олимпийских играх в 2016 году в Рио. Спортсмен начал свою олимпийскую карьеру в 17 лет, закончил примерно к 30-летию и ушел на пике. Даже для величайших спортсменов наступает время, когда им приходится навсегда расстаться с большим спортом. В 2017 году великий Усейн Болт ушел в отставку, и его последнее соревнование было не из лучших. Спортсмен многократно участвовал в чемпионатах мира на протяжении всей своей карьеры. По данным каналам PBS, он выиграл в общей сложности 11 чемпионатов мира, и никто не ожидал, что Усейн Болт окажется на другом месте, кроме первого. Однако в своем последнем забеге на 100 метров Болт стал третьим, уступив Джастину Гелтину и Кристиану Хоулману. В командной эстафете он показал себя значительно хуже и с трудом пересек финишную черту, и даже тогда ему потребовалась помощь. Это было не самое триумфальное завершение невероятной карьеры. Профессиональные спортсмены известны тем, что получают травмы профессионального уровня, и некоторые из них сталкиваются с большим количеством физических препятствий, чем другие. Как отмечает канал PBS, Болт на протяжении всей своей карьеры страдал от проблем со спиной и сколиозом, который может вызвать нарушение двигательных функций, а в редких случаях – паралич. Но в день своего последнего соревнования Болт получил другую травму. Во время командной эстафеты на чемпионате по легкой атлетике 2017 года Болт упал и получил серьезные повреждения. Атлет усиленно рвался вперед в попытке захватить лидерство, когда резко начал хромать и кричать от боли. После этого самый быстрый человек в мире упал на землю. Он отказался покинуть свой последний забег без пересечения финишной черты, и с помощью своих товарищей по команде смог добраться до нее. Сначала атлет предположил, что это была простая судорога подколенного сухожилия, которая случилась в самый неподходящий момент, но позже он узнал, что на самом деле порвал мышцу. Вскоре после травмы Болт сказал газете Independent, что участникам запретили пробежать трусцой и разогреть мышцы перед соревнованиями, что, как давно уже известно, приводит к травмам. Неудивительно, что Болт с изношенным телом и холодными мышцами во время забега не выступил на своем обычном уровне. Болт ушел на пенсию после чемпионата 2017 года в Лондоне. Это было не только из-за полученных травм, но и из-за планов, которые сформировались у атлета еще до того, как он ступил на дорожку для этого забега. Болт, конечно, не стал бы полностью оставаться в стороне от соревнований. Всего через год после травмы спортсмен начал играть в австралийской футбольной команде Central Coast Mariners. Он отыграл свою первую игру в августе 2018 года, но, как сообщается, все прошло не так хорошо, как ожидалось. Он пропустил простую атаку, завершившуюся голом и казался немного неуклюжим на поле, но из-за скорости было чрезвычайно трудно его перехватить. К сожалению, футбольная карьера Болта длилась не так долго, как беговая. В ноябре того же года, когда состоялся его футбольный дебют, Болт покинул команду из-за разногласий в условиях контракта, и в начале 2019 года бегун, ставший футболистом, сказал, что он, наконец, покончил со спортом и окончательно ушел на пенсию. Следование своим пристрастиям – вот что значит быть живым. И многие профессиональные спортсмены перешли в другие сферы, которые могут гарантировать славу и развлечение. Уже есть примеры того, как профессиональные рестлеры становятся актерами, футболисты пишут книги, а бегуны, такие как Усейн Болт, начинают записывать музыкальные треки. Музыкальная карьера Болта стартовала в начале 2021 года, когда бывший спортсмен выпустил свой первый сингл совместно с Ньюджент Эн Джей Уокером. Спортсмен мирового класса, ставший музыкантом, планирует добиться успеха на новом поприще, и выпустил свой дебютный альбом в сентябре 2021 года. Жанр, который предпочитает бывший спортсмен – это ямайский дэнс-холл, что-то вроде дабстепа. Несмотря на желание достичь музыкальной славы, Болт не стремится форсировать события. Он говорит, что создает музыку, исходя из желания и потребности творить, а не ради того, чтобы пытаться выдавать синглы один за другим. Это, как считает Спринтер, и есть ключ к успеху, и он твердо намерен добиться его. Каким-то образом, среди множества разнообразных занятий, травм и всемирной славы, Болт нашел время, чтобы обзавестись семьей. Всего у спортсмена трое детей от его партнерши Кэсси Беннетт. Их первый ребенок родился в 2020 году. Дочь родители назвали удивительно подходящим именем Олимпия Лайтнинг Болт. А весной 2021 года в семье Болта родились близнецы – Сандер и Сейнт Лео. Болт обладает хорошим чувством юмора, учитывая, что дал своим детям имена, которые в переводе означают молния и гром. Усейна Болта уважают не только за его способности в легкой атлетике, но и за его яркую личность. Спортсмен уделяет большое внимание благотворительности, о чем свидетельствует фонд Усейна Болта, основанный в 2011 году. С момента основания фонда он совершил массу добрых дел. В марте 2021 года организация пожертвовала ноутбуки на сумму 40 тысяч долларов сельским школам Ямайки. В 2020 году были выделены средства на школьные принадлежности на сумму более 2 миллионов долларов. Фонд также жертвовал оборудование медицинским учреждениям, неоднократно раздавал детям подарки во время праздников, спонсировал команду специальной Олимпиады Ямайки, работал над программами по изменению климата и так далее. Этот фонд не привязан к одной конкретной проблеме, как многие благотворительные организации, но вместо этого занимается любой проблемой, стоящей перед ним в каждый отдельно взятый момент времени. Болт – это не просто лицо организации. Его можно увидеть на каждом мероприятии фонда. Это ещё одно доказательство того, что пускай великий Усейн Болт в наши дни не участвует в соревнованиях, он по-прежнему делает великие дела. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых атлетов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!